Чиновники продолжают размышлять над тем, как сделать сельский туризм привлекательным для жителей области. Сегодня выбрано три пилотных района, на территории которых пытаются развивать туристические маршруты. Болтайский, Новобуратский и Базарно-Карбулакский. Разработано несколько туров, среди которых посещение рыболовных ферм и местных достопримечательностей. К наиболее посещаемым относятся трусиная ферма на турбазе «Избушка» в поселке Взлетном Энгельского района и туристическая база «Золотая форель» в село Тепловка с рыбным хозяйством, где можно выловить осетра, форель, сама, карпа, карася. Кроме того, заслуженной популярностью пользуется тур «Базарно-Карбулакский район», разработанный министерством совместно с региональными туроператорами в конце 2013 года. Но пока наплыва туристов нет ни на одном из маршрутов. Все зачастую упирается в одну проблему – нет дорог. Чтобы осмотреть достопримечательности, туристам приходится преодолевать километры бездорожья. Чиновники приводят в пример дорогу до морского побережья, куда ежегодно отправляются жители области. Такой долгий путь никого не смущает, в то время как ухабистыми маршрутами до региональных достопримечательностей пользуются лишь самые стойкие. Каждый день составы отправляются на юг с отдыхающим. Без кондиционера, без других возможностей. То есть терпеливо так едут на юг, там 15-20 часов. 5 километров – это за 22 минуты можно проехать. На самом несовременном транспорте. Поэтому была бы задача. Чиновники всерьез решили взяться за привлечение в область потока туристов. К концу года составят список бизнесменов, которые занимаются развитием сельского туризма. А уже в следующем году разработают концепцию для перспективных районов, куда можно привлечь потенциальных инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова